Всем привет! Что-то... Второй сосок что-нибудь... Роденький... Хотел рассказать о сегодняшней покатушке Именно вот в такой вот форме, а не видеосъемкой с поля сражения Но по мере повествования о том, что сегодня, собственно, происходило Как было организовано и прочее, вы поймете, почему я, собственно, особо-то и не снимал Собственно, с самого начала у нас проводится городская, скажем так, покатушка в формате гранд-фонда То есть нет тех, кто приходит первым, нет тех, кто приходит последним В 2019 или 2018 году до пандемии истерии в Германии Проводилось то же самое и участвовало вплоть до полторы тысячи человек Было очень много людей И я по опыту именно того года решил сегодня поехать на эту поездку Не к открытию, не к старту общему Потому что прошлый раз было так, что я выехал когда-то И потом набрел на какую-то группу С ней покатался немножко Она оказалась, например, слишком сильной И в итоге меня нагнала другая И она оказалась вот прямо классной Именно для моего уровня и прочее Вот, сегодня было немножко не то Мы стартовали в гордом практически одиночестве За нами увязался какой-то мужик Но он, кстати, потом сказал, что хороший темп мы держим Мы на самом деле хороший темп держали Причем, наверное, слишком даже Но у нас была мотивация Нагнать, собственно, какую-нибудь группу И первым делом мы нагнали какую-то небольшую совершенно группу Я подъехал, сзади пристроился Посмотрел на спидометр 28 км в час А мы до этого шпарили 34 Я подумал, нафиг То есть мы объехали их И в итоге Больше их не видели В конечном итоге Таким макаром доехали до пит-стопа Я уверен Кстати, в комментариях можете написать Как у вас все это проходит Как эти гранд-фонды организуются Сколько стоит У нас, кстати, вот это стоило 9 евро Для тех, кто вообще нигде не участвует А тот, кто участвует в какой-то команде велосипедной Или просто платит годовой Сколько там нужно платить Годовую сумму 60 евро в нашей локальной команде Тот заплатит за вот этот гранд-фонды 7 Разница обычно 2 евро И этих гранд-фонд Имеет каждый городок Каждый городочек имеет свое гранд-фонды И вот, собственно, у нас вот он тоже был Пит-стопы имеются И мы, по крайней мере, у меня был такой план Что первый пит-стоп мы пропустим Зато нагоним группы Ну, так и случилось Первый пит-стоп мы пропустили Увязались за какой-то группой Из троих И в итоге долго не смогли за ними крутить Потому что в этом моменте Весь тур стал более подъемистым И в конечном итоге Они от нас сильно отъехали И не особо мы догоняли И в итоге, опять-таки, в одиночестве оказались Собственно, снимать нечего было Второй пит-стоп был Ну, мы заехали И увидели классные велосипеды Оказалось, что парочка из Голландии Причем так интересно Я, во-первых, спросил, можно ли заснять велосипед Вообще, план был такой, чтобы я Спрашивал у людей Снимал и прочее Но людей было очень мало И вот, короче, про эту парочку расскажу Я говорю, можно снять И женщина ответила, что не только можно снять, но и купить тоже И я такая, окей, здорово Но потом она рассказала, что, оказывается, у них веломагазин есть Это дилеры Бьянки И веломагазин в Голландии Они в том числе в Германии, по-моему, живут И вот лучшие из этих двух стран испытывают, собственно И сегодня в Голландии По крайней мере, в веломагазин вроде как не работали И они решили вот в Германию приехать Именно на наш На нашу вот эту покатушку Короче, это были топовые Ultra XR-4 у женщины И специалистима у мужчины И, блин, вообще классные аппараты Что-то с чем-то Но мы Потом их Они раньше уехали Спидстопа Собственно, что там было По еде Немного Но Самое главное, что помидор не было Которые были в 2019 или 2018 году Не знаю, какой прикол был в помидорах Наверное, какие-то минералы, соли там что-ли восполнять Ну, сейчас уже люди вроде как всякими Изотониками пользуются И всякими вот такими Электролитами Вот, не изотониками Потом Мы Опять Выехали С этого Пидстопа За нами Увязалась группа Которая думала, что нагонит нас И мы вот к ним присоединимся Но Они не догнали Они не догнали То есть группа была слабее, чем мы В конечном итоге мы ехали-ехали Никого не видели И Так Приехали к четвертому Пидстопу И Там Просто уже Пообщались там Получил комплименты Байку По-любому Смотрели, конечно Очень много людей Потому что цвет Обязывает все-таки Вырви глаз, да Белый С красным И В основном понравилась Вот эта овальная звезда Которая С самых разных цветов Переливается И прочее Спрашивали люди Вот Но В итоге мы Доехали 118 километров В итоге выбрали А не 150 Или не 200 200 тоже было возможно Но Думаю Не нужно было столько выбирать И Оставалось 10 километров Мы на светофоре стоим Нас нагоняет какая-то группа В которой были Вот эти бьянки И специали Да, ультра И специалиссима Или специалиссима Не знаю Как они вообще Сначала обогнали А потом нагнали нас Я не знаю Что они там Круги наматывали Или что Но я подумал Вот к этой группе Мы точно прицепимся Мы сможем Ну Такая ситуация сложилась Там был небольшой торчок А Они нас обогнали В этот торчок И Мы еще на плоскаче На плоскачной части были И Проблема была в том Что они Во время прохождения этого торчка Все равно От нас отдалялись То есть вообще без шансов Их догнать было Короче Групп было Очень-очень Мало Разношерстности было мало По уровню Я бы сказал Очень много Таких мощных Гонцов было И В итоге Получилась такая Более-менее Соло Покатушка Но С хорошим на самом деле Результатом Я в принципе доволен 29,4 Грубо говоря В одно рыло Мы ехали Не друг за другом В основном А вот Параллельно друг другу И поэтому Я результатом индивидуальным В принципе доволен Для актуарной формы По-любому очень круто Было Но потом Я там с работником Немножко поговорил Спросил Сколько вообще В этом году Он говорит Около 500 человек Всего То есть мало Собственно с чем это связано Я думал что будет вообще Дичайший ажиотаж Потому что Из-за пандемии истерии И из-за мер Это событие не проводилось Два года И вот сейчас После такого перерыва И должно было быть Дофига народу Мотивация Собственно Достаточно Но Ночью был дождь И асфальт был мокрый с утра Но Это по-моему фигня И по прогнозу Погоду Погоды Было самое позднее Как раз с утра Видно что Дождь закончится И не вернется Еще В качестве мотивации Это последний Единственный день На этой неделе Когда дождь не будет идти По прогнозу По крайней мере И Если кататься То вот сегодня Но почему-то Всего 500 человек было И Среди них Соответственно Кто поедет Вот в таких вот Неприятных условиях Ну не совсем Идеальных Ну конечно же Куча людей Которые этим занимаются Чуть ли не на профессиональной основе И Соответствующим уровнем Обладает И Раньше Я теперь вот понимаю Как все это вот Раньше происходило Собственно я не к старту пришел Как сделал И кучи других Таких же как я любителей И Потом эти группы Меня нагоняли Тех же самых Любителей Которые были По уровню Очень похожи На меня И Я с этими группами Соответственно Ехал Вот Как это было раньше А сейчас гораздо Меньше народу И те кто приехал Те были очень Высокого уровня И соответственно Было просто без шансов Как-то Удержаться Но По средней скорости Кстати У меня Такая же получилась Как и Раньше Вот давно Когда я В этих самых группах Ехал И думал что я быстро еду Не знаю может Ветер плохой был В прошлый раз Но Сегодня вот мы Без групп И все равно Скорость средняя Относительно Высокая для меня Вот собственно Небольшой отчет По Поводу Того какие велосипеды Ну да Понятно там Было очень много Моделей Бюджетных На Rival Exos То есть это Где-то 5000 евро Около того Кубов было C62 Тоже целая куча И мы еще Увидели Dogmo F Да По-любому S-Works Вот эти Ультры Специалистимы То есть Все 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 Самое топовое Имелось Но Наверное Самый жир Был вот На старте Но мы Его как-то пропустили Потому что Моя вина Я подумал Что будет Дофига народу Но Немножко обоссался Или люди Обосрались Выходить При Неоптимальной Погоде Я вот Ожидал Большего Такого Большой Инициативности В этом плане И готовности В любую погоду Окей Это было все На сегодня Надеюсь Буду радовать В будущем Больше Каким-то Покатолическим Контентом И До 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 До